Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моем крымском канале. Друзья, сегодня я вам предлагаю практическое видео. Я хочу вам показать сегодня цены в Ялте на продукты. Но перед этим немножечко-немножечко крымской красоты. Посмотрите даже в непогоду, как выглядят горы вокруг Ялты. Вот эта чаша, внутри которой находится Ялта. Именно благодаря этому в Ялте всегда теплый микроклимат. Горы защищают. И посмотрите, какая красота. Тучи, облака висят ниже гор, прямо над самой Ялтой. Дорога нашей Залубки, напоминаю, где я живу, до Ялты, составляет примерно 25 минут. И еще, друзья, полюбуйтесь, водопад Учинсу. Его видно с дороги. Ну вот, друзья, мы с вами приехали в Конхетти. Сейчас посмотрим с вами цены. Вот такие цены. Мандарины 79, вообще хорошо. Грифру 99, друзья. Хурма вот подороже. Здесь, конечно, выбор всегда красиво, всегда всего много. Яблочки давайте посмотрим. Так, яблочки. Вот посмотрите, яблочки. Видите, сколько сортов. Смотрим цены. Надеюсь, все видно. Ой, яблоко по 45. Видите, какие хорошие яблочки чудесные. Апельсины 79. Ну вот, фрукты, надеюсь, показала. Овощи посмотрим, да? Как видите, изобилие. Как видите, изобилие. Давайте всякие картошки. Кому-то может интересно. 39, 27, морковка 32. Ну, все. Как обычно. Я вообще ничего не вижу. Сверх дорогого, ординарного. Все как обычно. Яблочи бизилан, конечно, по такой цене. 45 рублей. Раньше бы я варенье варила, но у меня просто в этом году я так много сварила варенья различного. Крупы, как везде. Может быть, вот кому-то масло интересно. Это все очень полезные вещи. Грецкого ореха, конопляна. Смотрите, ну, это дорогие вещи. В общем, это все нужно. Экстра. Цены, надеюсь, видно. Оливковое масло. Так, куда я иду дальше? Я хочу вам готовые вещи показать. Готовая еда. Всегда вкусная все. Да. А у меня он только шоколад. Дрежая. Сейчас посмотрим. Смотрите, цены такие. Цены, наверное, тоже не сказать, что дорого. Все как обычно. Диагридик 24, попусточка 15. Это за 100 грамм. Оливки, вы смотрите, какие. Видите, что всякое. Винтики. Сейчас тесто, пожалуй, возьму. Тесто мне надо. Я беру и замораживаю. Ну, сладкое, конечно. Нужно обязательно показать. Сладкое. Надеюсь, видно. Смотрите. Вот мой любимый. Любовый. Любовый ореховый. А у меня с черносливом. Я еще вот этот. 29, который. Ну, это красота, конечно. Друзья, ну тут, конечно, икра. Давайте-ка вникнем. Цены. Баночки сколько? У нас и 960. Вот икра тут дорогая. Вы посмотрите, какая дорогая икра. Что-то в Москве-то я рублей по 270 покупала. Ну, вот икра дорогая, да. Действительно. Ну, тут кому интересно вот эти для суши. Вот это Андрюша берет всегда имбирь. Развесной он не дорогой. Я пришла в рыбу. Давайте внимательно посмотрим. Дорадо 679. Рыба тоже не дешевая, я вам скажу. Бычок, это местный. 219, кита. 400 камбала. 229. Лосось, ребята. Ну, везде дорогой. Там лосось стейк. Смотрите, я сейчас цены стараюсь медленно показывать. Кумбрия 259. Надеюсь, не получится. Ну, тут вот это всякое копчененькое. Я это не ем, потому что я боюсь очень этот дымок. Ну, вот чем они это все делают. Ну, тут пиле. Ну, и, наконец, мясо. Сейчас смотрим мясо. Свининка. Всякая разная цена. Нормальная. Мне кажется, недорого, недешево. Нормальная цена, как везде. Говядина. У нас говядина. Писточки, конечно, немножко подороже. Так, пуляш. Видно? В центре. Так, и давайте посмотрим курочки. Курочки. Пожалуйста. Парш ассортиком, я не знаю. Всяко разно. Ну, это тут на шишечки. Ну, и вот здесь я люблю почки. Говяжьи почки. Вот, пожалуй, это возьму. Так, вот цена. Давайте будем смотреть цену. Почки полезно. В небольших количествах иногда. Так, теперь смотрим курочки. Ведрышки. 229. Ой, не знаю, вот слышно меня вообще или нет. Все будет. Филе 259. Уличное филе. И большие куриксы 156. Ценочка на них. Курочку можно пить. Я, честно сказать, знаете, обожаю эти. Вот, крылышки. Но у меня сейчас два пакета дома лежат уже. Сколько за килограмм? 209 рублей за килограмм. Так, ну, это, наверное, рутинное филе. Вы даже видите, что есть. Уточка на Новый год готовили. Ну, вот, пожалуй, тут, наверное, все, да? Кому-то интересно. Я сама это не пользуюсь ничем этим. Смотрит, массандровские вина интересны. Так. Так, хочу конейки. Вот конейки. Ну, вот такие вина, смотрите. Такие вина. Такая полочка. Вот такая. Все видно, видно, нет? Так, это у нас, посмотрите, это виски. Друзья, виски. Разная емкость. Побольше, поменьше. Еще раз вина. Кому очень интересно, вы просто остановите и внимательно рассмотрите. Ну, и коньячки. Коньяки какой-нибудь наш. Бахчисарай, не знаю. Вот коктебель, друзья, знаю. Коктебель вот мы покупаем. Лучше, конечно, 4 звезды или 5. Даже, смотрите, вот 5. Он 410 рублей. Я в кофе наливаю. Маленькую беру. У меня пока есть. Еще, смотрите, как коктебель. Не знаю, видно. Ну, вот. Игристая массандра. Фейнеполку надо показать, конечно. Я раньше вот этот кофе брала. Этот кофе. Сейчас перестала. Я особенной разницы не чувствую, что я вам прямо скажу. Ловаться покупаю кофе. Здесь вот даже не вижу, есть или нет. Вот давайте посмотрим прямо полочку. Кофе только... Смотрите, кофе молотый. Значит, вот моя полка. Молотый кофе или кофе в зернах. Но сейчас только молотый беру. Вот это все я не покупаю, потому что я не считаю это кофе. А ловаться-то я и не вижу здесь. Вот такая полочка. Вкусняшки не показать. Я всегда смотрю самые дорогие шоколадные конфеты. Потому что я одну конфетку в день съедаю. Мне, в общем, очень мало надо. Но очень что-нибудь хорошее. Это все неинтересно мне. Так, вот. Победа. Мишки в лесу. Мишка победил в лесу. Смешно. Так, ну тут не знаю даже, что вам предложить. Сладкий орешек марсианка. Мне что-то надоело. Она уже, я не хочу. Вы знаете, я не вижу тут конфеток каких-нибудь орешек. Сейчас, кстати, очень много оригинальных конфет. Так, а вот бабаевский. 95. Это уже почти тысяча конфет. Мы пришли в наш любимый отдел. Все, посмотрите, вкуснятинки всякие. Всегда все свежее. Очень вкусное. Вот эти булочки мы любим. С Андрюшей. Вот такое. Андрюша не любит. Он просто он всегда покупает. После 1 недель. И вот здесь вот еще. Вот эти вот недорогие такие. Ну, могу сказать, что пекарня очень вкусно готовит. Вот эти дорогие хлебушки. Не дешевые они, конечно. Мы всегда берем один или два батончика. Сейчас там дальше покажу. Ну, в основном я пеку хлеб. Друзья, сама у меня закваска. Мой хлеб бездрожжевой. Вот эти вот здесь хлебушки. Сейчас вот я покажу. Вот этот гречневый я люблю. И белый мы вот этот покупаем. И еще с той стороны. Просто изредка, когда едем, уже, конечно, мы себе балуем себя. Ну, хлеб пеку именно потому, что я бездрожжевой. Бездрожжевой хлеб ем. Ну, друзья, цена на некоторые изделия за 100 грамм показана. А на некоторые за целую булочку. Еще немножко хлебушка. Вот такого красивого. Прекрасного. Работают хорошо, конечно. У них очень красивое. Все свежее. Здесь цена, видите, какая. 29, 23. Это обычный хлеб. А там уже хлеб дорогой, конечно. Видите, вот какие цены. Специально давайте пиво. Медленно. Ну, в Хугарден когда-то было время. Мои подруги приезжали. Мы в Хугардном вот этих бутылочках увидим. 140 теперь стоит. А мы еще чуть-чуть рублей по 80 покупали. Ну, вот смотрите, может быть, что-то кому-то интересно это. Так. Клинская. 130, 20. Полбаски. Потому что вы приезжаете, и всегда надо покушать быстренько. Полбаска. Вот такая цена. Смотрите. Здесь видно все. Выбор большой. Всего много. Так, надеюсь, я тут все показала. Такая вот хорошая булочка. Ну, здесь уже всякие вкусняшки пошли. Такая колбаска. Сейчас тоже колбаточку сейчас снимем. Так. Сейчас тебя второго дать. И сегодня вот еще хочу показать еще чуть-чуть готовой пищи. С другого конца зашла. Вот такая цена. Друзья, картошечка. 39. Трубочки закусочные. За пиканты. Стык, вы видите, вот такое. Вкусняшки всякие. Ну, вот я и пришла вот просто. Вот туда носила. Спасибо, друзья, что были со мной. Сейчас я вам покажу водопад Учинсу, который видно прямо от магазина. Смотрите внимательно. Вот представляете, сказочное зрелище. Водопад Учинсу. Ну, а с вами, как всегда, была ваша Евгения, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И, друзья, до новых встреч.